Здравствуйте! Вы смотрите Лидское телевидение. В эфире информационная программа события с новостями региона. Сегодня знакомлю я, Алексей Водейко, и об основных темах этого выпуска в анонсе. Поговорили о главном. В Лиде прошел областной этап республиканской акции «Беларусь-одина». Кибермошенники с начала года украли у жителей Лидского региона почти 220 тысяч рублей. В милиции рассказали, как не дать себя обмануть. Все пошло не по плану. В повторном поединке хоккейный клуб «Лида» вновь уступил Неману. Общественно-политическая акция «Беларусь-одина» собрала вчера представителей власти, историков, идеологов, ветеранов, политологов, экспертов, экономической и социальной сфер в Лиде. Напомним, акция проводится в рамках празднования Дня народного единства с 4 по 17 сентября. Ее участники уже встречались в таких городах, как Молодечно, Береза, Светлогорский, Орша. Наш город – пятый в списке, где прошел открытый диалог на волнующее общество темы. Спикеры, которыми стали лидеры ведущих общественных объединений страны, говорили о единстве белорусского народа и сохранении мира в стране, отвечали на вопросы участников акции. Подробнее о том, как прошла встреча, в нашем следующем материале. Дворец культуры города Лиды стал местом проведения общественно-политической акции «Беларусь-одина». Со всех регионов Гродненщины сюда приехали активные граждане, чтобы поучаствовать в открытом диалоге с лидерами общественных объединений. Перед началом мероприятия его участники не упустили возможность оценить, чем живет и как развивается личина сегодня. Для них были подготовлены тематические стенды, экспозиции, выставка картин краеведа Беларуси и фотозоны. Оценили гости также достижения ведущих предприятий района. Лидская обувной фабрики, лакокраски, лидского молочно-консервного комбината, стеклозавода «Неман», «Лида Агропроммаша», «Лидсельмаша», «Конуса», «Лида Хлебопродукта» и «Лидского хлебзавода». Затем в Большом зале Дворца культуры прошло обсуждение актуальных тем в жизни страны. В диалоге приняли участие порядка 540 человек. Это люди, неравнодушные к жизни своей страны. Среди них были и почетные гости. Председатель Гродненского областного совета депутатов Елена Пасюта и заместитель председателя Гродненского облаисполкома Виктор Пронюк, который, открывая масштабный форум, поприветствовал его участников от имени председателя облаисполкома Владимира Караника. Дорогие друзья, приветствую вас по случаю открытия форума, который проводится в преддверии важнейшего государственного праздника – Дня народного единства. Невзирая на давность событий 17 сентября 1939 года, мы отчетливо ощущаем их определяющее значение для нашего народа. Великое воссоединение Западной и Восточной Беларуси стало апогеем исторической справедливости. Объединившись, белорусы обрели возможность свободно жить на родной земле, самостоятельно определять свою судьбу. Убежден, что проходящий сегодня в городе Лида форум позволит расширить представление об исторической ретроспективе народного единства, его роли и значении для построения независимой, сильной и процветающей Беларуси. Будет способствовать сохранению исторической памяти, наших нравственных ценностей и идеалов, послужит консолидацией патриотических сил, укреплению мира, согласия и порядка в государстве. Желаю всем участникам форума результативной, созидательной работы, реализации новых проектов, инициатив, успехов и всего самого наилучшего. Диалог с жителями Гродненщины вели председатели таких общественных объединений, как Белая Русь, Федерация профсоюзов, Белорусский союз женщин и Белорусский республиканский союз молодежи. В роли спикера на мероприятии также выступил председатель Республиканского общественного объединения «Знания» Владимир Гигин. У нас прошла конституционная реформа, принято закон о гражданском обществе, о политических партиях. Партии эти уже прошли перерегистрацию, их выкористолизовалось четыре у нас, получается. У нас идет активное строительство общественных организаций. Поэтому мы предложили спикерам, лидерам пяти статусичников наших организаций, профсоюзы, союз молодежи, Белая Русь, союз женщин, ветераны, поделиться своим видением, ответить на вопросы. Что еще радует? В регионах люди не боятся задавать вопросы. Знаете, зачастую критики наши за рубежом, они рисуют образ Беларуси, где все зажато, единое мнение. У нас база общая, но мнения относительно каких-то путей развития могут отличаться. И это хорошо отражено в недавней декларации патриотических сил, принято 9 августа у нас в Национальной библиотеке, где заявлена как раз конституция, наши государственные символы, уважение к достижениям суверенной Беларуси, курс нашего президента. Вот это основа. А дальше мы можем обсуждать. Ни в коем случае нельзя зажимать это живое общение. И то, что люди это понимают, это радует. И мы таким образом формируем атмосферу предстоящей избирательной кампании. Акция «Беларусь-1» проводится в стране с 2021 года. Главная ее цель – консолидация патриотических сил. Пропаганда ключевых достижений Беларуси, а также открытый диалог по самым актуальным темам информационной повестки. Перед тем, как приехать в Лиду для проведения еще одной масштабной встречи в этом году, спикеры посетили четыре города в разных областях страны. Там они выслушали предложения и мнения участников акции, давали ответы на интересующие вопросы. Большинство тем, как показал опыт, касается патриотизма, традиционных ценностей и воспитания молодежи. Уже предложили название следующего года. Это год 80-летия освобождения Беларуси. Прозвучала идея «Год памяти и славы», то есть посвященная освобождению. Очень серьезные рассуждения относительно, даже сказал такие философские, что такое патриотизм, что такое традиционные ценности. Есть серьезная озабоченность тем, как мы воспитываем новое поколение. Она как бы всегда была, но такие подходы уже более, я бы сказала, смысленные. Люди внимательно анализируют учебники, печатную продукцию, то, что происходит в сети интернет. Видно, что востребованная подача наших средств массовой информации ссылается на мнения ведущих наших журналистов, не только политических. Вот это новый этап развития белорусского общества. Наше общество повзрослело. Оно прошло серьезные испытания и продолжает проходить. И это укрепляет и нашу политическую модель, но я бы сказал, каждого отдельного гражданина. Понятие патриот Беларуси стало более четким, осмысленным, если угодно, востребованным обществом. Большое внимание в ходе проведения открытых диалогов в разных городах страны уделялось вопросам сохранения исторической правды, а также вопросам сплоченности белорусского народа. Слышать мнение людей на этот счет накануне Дня народного единства особенно важно. 2020 год показал нам, что только в единстве наша сила, в сплочении наша сила. И как раз-таки наша сила в том, чем не могут нас сломать, это наше глубокое знание истории, глубокое почтение к своим предкам. Это то, что пытаются выговорить из любого народа, но из нас это достать не получится, потому что мы славяне, и мы так бережем память о предках, мы помним свою историю, и для нас это очень важно. Поэтому и хочется приезжать в регион, и хочется видеть, что люди живут в одном дыхании, когда мы мыслим одинаково, когда мы думаем одинаково. Мы можем спорить, можем возражать, могут быть дискуссии по любой теме. Это нормально, потому что у каждого свой взгляд на происходящие вещи. Но в принципе, в своем понимании того, какая должна быть наша страна, в понимании того, что мы должны защищать ее, как бы это пафосно ни звучало до последней капли крови, мы едины. Вот это, мне кажется, самое важное. Что такое наша белорусская демократия? Возможно ли использовать трудовую силу мигрантов в нашей стране? Как сделать так, чтобы белорусский язык не канул в лету? Изменилось ли белорусское общество за последние три года? Эти и другие вопросы задавали спикерам в ходе проведения республиканской акции в Лиде. Немало вопросов поступало со стороны молодежи, которым также важно участие в общественно-политической жизни родной страны, как и более старшему поколению. У нас, молодежь, волнуют многие вопросы. И, конечно, это важно, что мы имеем возможность задать вопросы этим экспертам, которые сегодня присутствовали на встрече. Получилось достаточно продуктивно, услышали ответы на многие вопросы. И это одно из таких важных составляющих в реализации государственной молодежной политики, когда мы можем озвучивать свои идеи, свои предложения, можем услышать версию более опытных и старших товарищей и тем более таких экспертов. Завершающим этапом акции «Беларусь-1» стал митинг памяти у Кургана Бессмертия. Здесь участники открытого диалога опочтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили к мемориалу цветы. Возразить сегодня город из пепла – это непросто. Каждый из вас знает, что сегодня такое построить дом или квартиру. А тут целый город, целый регион. Поэтому мы, конечно же, преклоняемся перед подвигом, просто величайшим подвигом тех, кто погиб. Мы благодарны тому поколению, который возрождал город из руин. И вот буквально в 60-е годы данный Курган был воздвигнут. Дорогие друзья, я всех еще раз поздравляю с успешно проведенным форумом, мероприятием. Гостям нашим желаю еще не разъезжаться домой, а посмотреть на наш красивый город Лида, в сердцах увести его красоту, приезжать каждый год по возможности. Следующим городом, где состоялось еще одно мероприятие акции «Беларусь-1» стал Могилев. После него спикеры встретятся с беларусами с активной гражданской позицией в Минске. Этот открытый диалог, проведенный в рамках акции, будет завершающим. И в продолжении темы. День народного единства объявлен в Беларуси государственным праздником в 2021 году. Введение этой даты в памятный календарь республики – дань памяти нашим соотечественникам, не смирившимся с несправедливостью Рижского мирного договора и боровшимся за воссоединение беларусского народа в едином национальном государстве. Западные области Беларуси на два десятилетия вошли в состав польского государства. На этих территориях не было реализовано право беларусов на самоопределение, и им пришлось претерпеть различные формы дискриминации – социальную, национальную, религиозную и экономическую. К Дню народного единства на Литчине проходит ряд мероприятий. Подготовились к празднику и сотрудники библиотечной сети района. Так, во всех библиотеках до 17 сентября организованы тематические выставки и мероприятия. Приглашает на такие и Литская районная библиотека имени Янки Купалы. 7 июня 2021 года президентом Республики Беларусь был подписан указ о праздновании 17 сентября – Дня народного единства. Основная идея празднования состоит в том, чтобы объединить людей во имя развития своей страны. Республика Беларусь сохраняет свою независимость и суверенитет благодаря народному единству и огромному интеллектуальному творческому потенциалу людей, которые желают принести пользу своему народу. В библиотеках Литчины к этому празднику подготовлены круглые столы, патриотические часы, библиографические обзоры литературы, информационные беседы, оформлены книжные выставки и фотозоны. В Комитете государственного контроля Грудненской области на постоянном контроле находится вопрос хода сельскохозяйственных работ, в том числе соблюдение технологических регламентов при севе озимых зерновых культур. Ежегодно в ходе проведения контрольно-аналитических мероприятий по подготовке и ведению сева устанавливаются случаи неполной готовности посевных агрегатов. В ряде сельскохозяйственных организаций из-за некачественно проведенных работ по подготовке почвы для предстоящего сева часть семян оставалась незаделанной в почву. По-прежнему допускается сев озимого рапса на зерно после оптимальных агротехнических сроков. С целью предотвращения и выявления нарушений в сельскохозяйственных организациях в Комитете государственного контроля Грудненской области 15 сентября с 10 до 13 часов будет работать телефон горячей линии в Лиде 8 0154 64 65 05 По которому вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях несоблюдения технологических регламентов при севе озимых зерновых культур. Продолжаем выпуск. Киберпреступления – проблема 21 века. Новые способы выманивания денег появляются едва ли не каждый месяц. Но успех любой мошеннической схемы зависит от грамотности самих людей в сфере информационной безопасности. Сумма ущерба от совершения киберпреступлений на Лидчине ежегодно исчисляется сотнями тысяч рублей. В отдельных случаях правоохранителям удается перехватить похищенные деньги. Только в этом году жителям региона было возвращено более 54 тысяч рублей. В старых и новых схемах киберпреступлений разбиралась Юлия Кевра. Сколько тысяч рублей украли с банковских карт Личан? Какие личные данные всегда должны быть под грифом «секретно»? И в чем причина? Беспечность людей или профессиональные навыки мошенников? Сегодня киберпреступной стала целой отраслью по отъему денег. Только в Лидском районе ущерб составил порядка 220 тысяч рублей. Именно столько похитили сетевые хакеры у жителей региона с использованием социальной инженерии и фишинговых ссылок. Их главная цель – вы и информация, которой вы обладаете. Здравствуйте. Вас беспокоит служба безопасности банка. Примитивный и самый распространенный способ обмана – звонок в мессенджере якобы сотрудника банка с просьбой сообщить реквизиты карты, коды и другие личные данные. Предлог звонка может быть разным – снятие денег, подозрительный перевод или блокировка карты. И чтобы без шанса на сомнения в личное сообщение, человеку присылают фотоудостоверение. В начале сентября месяца в милицию личины обратилась гражданка, которая сообщила, что ей из банка пришло уведомление о том, что на нее оформлено два кредита. В ходе разбирательства было установлено, что в начале августа ей звонили сотрудники банка, которые попросили предоставить ее свои персональные данные, а также сообщить коды из СМС-сообщений, которые поступят ей на телефон. Гражданка, не заподозрив ничего подозрительного в данном звонке, передоставила звонившим сотрудникам банка всю необходимую информацию, после чего завершила с ними разговор. Их сотрудники банка, а это были именно злоумышленники, осуществили регистрацию системы дистанционного банковского обслуживания на имя данной гражданки, после чего осуществили оформление на ее имя двух кредитов по 6 тысяч рублей. Прошу свернуть наше сообщение. Зайти, пожалуйста, в приложение «Интернет-банк». Нет, с озоления, сейчас нет возможности. Да, я вас прекрасно понимаю, но вы должны понимать, что сейчас у вас банально могут присвоить потребительский кредит, либо же финансирование. Хорошо, в таком случае, поскольку ваш паспорт сейчас воспитается рядом с вами? Нет, я же говорил менеджеру. Без знаний психологии здесь не обойтись. Собеседник на том конце провода настойчив, говорит быстро и убедительно, не давая жертве возможности и подумать. Цель мошенников – создать стрессовую ситуацию и вывести из равновесия. Во-первых, сотрудники правоохранительных органов и сотрудники каких-то иных учреждений, как правило, не используют мессенджеры для общения с гражданами. Также гражданин должен помнить, что никогда не должен передавать свои личные персональные данные, аутентификационные данные своего паспорта и не сообщать коды доступа, которые ему поступают на телефон в смс-сообщениях третьим лицам. За последние два месяца в регионе возросло число пользователей, кто столкнулся с фишингом. Злоумышленники, как правило, подделывают банковские интернет-ресурсы, а также страницы торговых площадок. У фейковых сайтов дизайн как две капли похож на оригинал. Пытаясь оплатить коммунальные услуги, осуществить расчет за приобретение того-либо иного товара, граждане заходят в интернет-банкинг, но в силу того, что они не проявляют должной внимательности, они осуществляют переход на фишинговый интернет-ресурс, после чего вводят туда свой логин и пароль, ими завладевает злоумышленник, после чего, используя указанные данные, заходят в реальный аккаунт пользователя и осуществляют хищение оттуда денежных средств. В сети все чаще стали попадать на глаза объявления «купить банковские карты». За такую услугу предлагают хоть и небольшой пассивный доход, но, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А вот трое жителей Лиды думали иначе. Оформили на свои имена платежные карты, авторизовались в интернет-банкинге, а после реквизиты, логины и пароли продали третьим лицам. В итоге вместе с выгодой стали фигурантами уголовных дел. Для того, чтобы осуществлять вывод похищенных денежных средств, злоумышленникам нужно много счетов. В различных форумах в сети интернета размещаются объявления с предложением заработать. Суть заработка такова. Вам необходимо обратиться в банк, оформить на свое имя банковскую карту, открыть счет, после чего обратиться в мобильный сотовый оператор и оформить на себя мобильную сим-карту. После этого данные сим-карты и данные карты, полученные в банке, и данные счеты нужно передать третьему неизвестному лицу, после чего получить свою уже заработанную плату. Если гражданин совершил указанные действия, он становится, соответственно, лицом, совершившим преступление, предусмотренным статьей 222 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В основном лицами, которые причастны к совершению данного преступления, становятся молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. Кибермошенники – настоящие профессионалы в своем деле. Схемы обмана обновляются регулярно, но одно остается неизменным. Все они основываются на доверчивости граждан. Люди добровольно передают свои персональные данные. Появляются новые способы хищения денежных средств. Злоумышленники, завладев данными именно абонентским номером гражданина и завладев сим-картой гражданина, могут осуществить взятие у мобильного оператора денежных средств взаймы. Так называемый кредит, мини-кредит. После чего данный мини-кредит, деньги электронные, которые даются мобильным операторам, их перевод осуществляется на другую карту. Они уже могут иметь физическое воплощение, они могут где-то обналичиться, сняться в банкомате и потратиться по новому злоумышленникам по своему усмотрению. Милиции отмечают, таких ситуаций можно избежать. И здесь многое зависит от вас и вашей бдительности. Чтобы и не стать жертвой киберобмана, достаточно следовать простым правилам. Вас должен насторожить звонок от неизвестного в мессенджере, особенно если звонят с иностранного номера, если просят личные данные или готовы продать товар по низкой цене, но только по предоплате, перейдя по ссылке. Если у вас есть малейшее сомнение, прервите общение, не дайте себя обмануть. В завершении выпуска о спорте. Накануне хоккейный клуб Лида на домашней ледовой арене провел повторный поединок против Гродненского Немана в рамках очередного тура чемпионата страны в экстралиге. Гости сразу устроили настоящий штурм ворот рыцарей, но наша команда выдержала стартовый натиск, а на исходе первого периода все же пропустила. После перерыва игра пошла еще веселее, и пика ситуация достигла к экватору второго периода, когда за две с половиной минуты команды забросили сразу три шайбы, и лишь одна из них влетела в ворота Немана. А перед очередным перерывом Лида пропустила еще, вновь позволив сопернику реализовать большинство. Третий период прошел без заброшенных шайб, и Неман уверенно довел дело до победы 1-4, а рыцари в итоге потерпели четвертое поражение к ряду. И на сегодня это все. Хорошего вечера. Следующий выпуск информационной программы события смотрите на канале Лида ТВ завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова